Буквально несколько минут назад стали известны трагические новости о эстрадном певце Вячеславе Добрынине и последние новости о антикоррупционном комитете и его работе. Полтора месяца назад вся общественность России была шокирована чрезвычайным событием. Трагически погибла вторая внучка известного эстрадного певца и члена антикоррупционного комитета Вячеслава Добрынина, 22-летняя Екатерина. Зрители с большим стажем наверняка могут помнить эту историю. Внучка Вячеслава Григорьевича, молодая артистка балета, поздно вечером возвращалась домой с репетиции и стала жертвой нападения хулиганов. Три молодых парня-мажора, которые впоследствии оказались сыновьями высокопоставленных чиновников, затащили молодую девушку в автомобиль, поиздевались и бросили на обочине дороги. Позже 22-летняя Екатерина оказалась в психиатрической клинике, где и скончалась две недели назад. Безутешный Вячеслав Григорьевич, который не получил поддержки от властей, решил действовать самостоятельно и наказать преступников. Известный певец и член антикоррупционного комитета Вячеслав Добрынин обратился за помощью к своим давним друзьям, борцам из спортивного комплекса «Луч». Вячеслав Григорьевич и молодые спортсмены нашли и наказали преступников, однако в результате чрезвычайного события двое мажоров погибли. На данный момент у исполнителя музыкального хита «Синий туман» большие проблемы с законом. Вячеславу Григорьевичу может грозить уголовное наказание. Однако в недавнем интервью Вячеслав Добрынин заявил, что ни о чем не жалеет и сделал все возможное, чтобы отомстить за память своей внучки. Ну и по традиции последние новости о антикоррупционном комитете и его работе. Продолжается глобальная антикоррупционная проверка в городе Сочи, которая идет уже вторую неделю. На помощь членам антикоррупционного комитета прибыли новые сотрудники организации – певец Александр Новиков и артист Александр Панкратов-Черный. В Москве при помощи членов антикоррупционного комитета и органов полиции арестован известный режиссер и продюсер Константин Габов за одобрение экстремизма и терроризма. Пресс-служба антикоррупционного комитета сообщает трагическую новость из мира культуры. Вчера стало известно, что на 95-м году жизни умерла Зоя Зелинская, популярная русская театральная актриса, звезда программы «Кабачок», «13 стульев», фильмов «Карнавальная ночь» и «На углу патриарших». Члены антикоррупционного комитета Вячеслав Малежек и Лев Лещенко смогли восстановиться после ранений и вернулись к исполнению своих должностных обязанностей. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.